до чего же хорошо что были изобретены вот такие вот монеты как рубль объемная приятно подержать в руках 1792 это времен правления императрицы екатерины второй уже близко к закату но все еще и тут пять копеек анинского монетного двора очень даже такой приятный пятачок 1792 год есть и гривенник но увы и ах пусть с маленьким но все-таки отверстием двушки двух копеечников тот год не выпускалась копейку я достать не смог а вот полушку и деньгу да это вот у нас монета называется деньга это вот полушка были вот такие вот мелкие номиналы ходили на ровне с большими тем не менее были так чего мы вспоминаем в том далеком 1792 году в целях закрепления территории на северном кавказе черноморское казачье войско было переселено на кубань в составе 40 курений это до 25 тысяч человек с центром в екатеринодаре это сейчас называется краснодар туда же переселили тысячу семей донских казаков войско занимала оборонительную линию по правому берегу реки кубань от югусе до реки лаба в нем сохранялась некоторые внешние признаки запорожской сечи формальный выброс войскового правительства название курений и так далее так из того что случилось еще посажен в шлиссельбург в 1792 новиков столь много послужившую русскому просвещению тайным мотивом этой меры были сношение новиков с павлом петровичем вот дружил дружил и вот как бы дружба не всегда шла на пользу так скажем во франции вот в 1792 главные события все еще были на территории франции вот в январе волнение в париже на почве дороговизны и социальных лишений в начале года конфликт между францией немецкими кинезями лишившимся владения в эльзасе обострение отношения австрии и пруссии с францией 7 февраля австрии и пруссии заключили военный союз против франции 9 февраля начата конфискации продажи имущества эмигрантов весной стачка плотников и пекарей в бордо 20 апреля в законодатель собрания франции объявляет войну австрии 25 апреля впервые была применена гильотина для механизм для отсечения головы у осужденных и у преступников в конце апреля пруссия вступает в войну с францией 18 июня декретом законодательного собрания безвозмездно отменены все случайные феодальные повинности в конце июня многие коммуны принимают петиции с требованием упразднения королевской власти 11 июля декрет законодательного собрания франции объявляющая отечеству в опасности все пригодные к военной службе мужчины подлежали призыву в армию 13 июля австрия и россия заключает военный союз против франции в июле в некоторых секциях парижа явочным порядком отменено деление граждан на активных и пассивных в париже в париж прибывали вооруженные отряды рабочих из провинции федераты марсельский офицер уже де лиль написал песни рейнской армии который потом стал известен как марсельеза федераты создали центральный комитет в начале августа две трети парижских секций потребовали неизложения короля в августе в начале манифест герцога браун швейского командующего прусской армии заявившись что целью похода является восстановление во франции власти короля 10 августа восстание в париже комиссары секции прогласили себя коммунный париж и взятие тюллерийского дворца и объявили короля временно отрешенным от власти начало 2 декабря августа по настоянии коммунный король и его семья арестованы издан декрет о созыве национального конвента на основе всеобщего избирательного права для мужчин также назначен временный исполнительный комитет правительство состоящий из жирандистов и единственным якобинцем был дантон 14 августа декрет о разделе общинных земель 19 августа прусская армия перешла границу франции проникла в углубь страны 20 августа законодательное собрание начинает издание серии аграрных декретов облегчающих выкуп крестьянами прав и уплаты ими повинностей 23 комендант изменник сдал без боя пруссакам крепость лонгви 25 декрет об отмене без выкупа феодальных прав тех владельцев которые не смогли доказать документами до 2 сентября взятие вердена армии коалиции до 2 по 5 сентября в тюрьмах парижа народом казнено свыше 1000 контрреволюционеров 20 сентября победа французской армии над войсками союзников при вальми 21 сентября работа национального конвента во франции началась 1 сентября декрет конвента упразднение королевской власти и установление республики осенью массовые движения рабочих во франции фактическая отмена авусских декретов о порядке распродажи мигрантских земель 2 октября создан комитет общественной безопасности 6 ноября победа французской революционной армии при жемальпе над войсками австрии и пруссии 15 декабря декретом конвента уничтожать все феодальные права и повинности на территориях занятых французской армии в конце года французские войска заняли бельгию и рейнскую область присоединяя к франции савой и ниццы изобретены первые лампы на светильном газе этого франции а в других странах в начале года образование лондонского корреспондентского общества председатель томас гарди в конце года в англии осужден заочно пейн избранный во французский конвент закон о дании об уничтожении общинного землепользования королем швеции становится густав 4 адольф с 1792 по 1809 императором священной римской империи с 1792 года становится франц 2 он также король чехии эргизгерской австрии и король венгрии 9 января заключен ясский мирный договор завершивший русско-турецкую войну турция признала новую русскую границу поднестру с заключением крыма и кубани в состав россии отказалась от претензий на грузию к россии отошло побережье черного моря от южного бога до днестра 18 июля победа русской армии каховского над польской костюшка под дубинкой русско-польская война 1792 года была вот такая вот коротенькая начало реформ селима третьего в турции из тех кто родился в 1792 карл максимович бер русский естествует питатель и основа основатель эмбриологии джак кино росси ирлеанский композитор густав адольф гиппюс художник портретист балтийско-немецкого происхождения литограф педагога 12 марта 16 марта михаил васильевич милонов русский поэт 17 апреля василий иванович козлов русский поэт журналист критик 25 апреля джон кэббл английский религиозный деятель 13 мая родился будущий папа римский пи девятый занимавший святейший престол дольше всех 21 мая густав гаспар кориос французский математик 23 июля петр андреевич вяземский русский поэт литературный критик 21 августа петр алексеевич плетнев русский поэт и литературный критик 10 ноября макарий глухарев российский православный миссионер переводчик библии 30 ноября франсуа андре и замбер французский политический деятель 1 декабря николай иван челобачевский и русский математик 18 декабря уильям хоуит английский писатель и историк ну что ж вот такие вот у нас случились события на тот далекий 1792 год на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания